Ну что, ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Ангелина, мы находимся в Майами И да, ребят, наконец-то Совершилось то, что я ждала очень долго Я купила еще одну машину И я хотела ее очень давно Я ее искала очень давно Сразу скажу, это немецкий производитель автомобилей Это BMW Да, это первая моя BMW У меня был уже Mercedes C250 2012 года, сейчас гелик у меня И, наконец-то, у меня есть BMW Вот, если вы смотрели мое прошлое видео В пару видосах я говорила, что я хочу именно эту BMW Сделать там Drift Corch, может, еще Какой-то Race Corch Не знаю, что-нибудь я хотела с ним сделать И, наконец-то, у меня появился этот кузов, который я хотела И теперь мы уже с ним творить все, что угодно Это BMW E30 1984 года, ребят Наконец-то она моя Я очень долго искала E30 На рынке было парочку их Были даже машины за 15 тысяч долларов Мы ездили их смотреть Но, ребят, она вообще не стоит своих денег Там по мотору плюс-минус сток Даже крыша была ржавая То есть я не понимала, за что давать 15 тысяч долларов И то я могу вам сказать Что я была на грани На донышке Я почти купила эту машину Но, слава богу, этого не произошло Слава богу, денег не было Вот И мы, как бы, искали 325-ю E30 Но появилась одна 318-я В интернете я нашла Я думала, блин, 318-я Там еще непонятно, едет она вообще или нет Там еще какие-то проблемы были с коробкой Как мне сказал хозяин Я, короче, забила хер на эту машину И тут вдруг Саня Как вы все знаете, Александра, механика Вы его видели на моем канале На канале чердака Дениса Он посмотрел эту BMW E30 в интернете Сказал мне, давай поедем и посмотрим Почему бы и нет Мне главное, чтобы был кузов хороший Без ржавчины Хотя бы, чтобы ее было минимально И мы поехали и посмотрели И вот, ребята, как это все происходило Это было спонтанно И я все-таки это все засняла Так, ребята, скинул локацию Чувак, который продает эту машину Мы сейчас направляемся туда И надеюсь, нам все понравится А если правда понравится, то прямо сегодня мы ее забираем У нас есть на руках деньги Доллары, деленные И как бы все, мы готовы Сейчас мы его испугаем Приведем на черном гелике Как бандиты Сань, берем? Берем? Так, тут ровно 4 тысячи долларов И они летят на вот эту вот машину Погнали Ой, не знаю, зачем мне эта машина И где ее парковать Но, в принципе, весело Я люблю спонтанные покупки Конечно, это не совсем спонтанно Я всегда хотела ей 30 себе Эту машину Вот Что, Саня, нравится Саня? Смотрю Будем газовать, Санько Будешь чинить машину? Кондей работает Кондей работает даже Прикинь Машина 84-го года, ребят Сань, какого ты года? 89-го Саня 89-го года То есть, отдачка еще старее, чем старик Саня Старше, старше Дай газу, Саня Газуй Давай Давай Ай, засал Кстати, мы ее купили И я даже ни разу на ней не каталась Никто не катался Даже Саня на ней не катался Только потом, когда уже все бумаги подписали Решили попробовать Едет она или нет Мне страшно садиться, правда, за нее Ну, ничего Пусть Саня пока ее поломает Потом я уже буду гонять Мы вот приехали домой своим ходом И Саня, смотрите, какой хороший он механик Он уже полезно заломать Что ты ломаешь, Сань? Походу, я эту машину у него не заберу А тут подвинуть сиденье можно? Почему у меня такие ноги коротко? Ого, неужели? О, слава богу Единственное ей 30, где можно подвинуть сиденье Короче, первое впечатление очень классное Ее нужно делать, деньги вкладывать Ну, думаю, у нас получится Если Саня нам поможет, конечно Да, Саня? Говорит, да, поможет Он вообще его не смогла оторвать от руля Ему так понравилось гонять на этой тачке А мне нечего сказать Камеру вырубай Ну, в принципе, все Вот так вот мы ее купили Нам понравилось И мы забили фиг на то, что это 318 Так как у меня в планах, ребят Вообще поменять мотор Я не знаю, какой Я не знаю вообще приблизительно какой Но в планах это есть Я надеюсь, у нас это все получится Но, ребят, могу сказать только одно То, что машина 1984 года Все стоковое Она заводится с полуоборота И она едет просто Ну, как новый автомобиль, серьезно И я ездила на двойке BMW На механике 2016 года И она едет примерно так же самое Ну, переключаться так же самое удобно И трогаться с места тоже Вообще никаких проблем она не вызывает Я реально в шоке Она настолько старая Там даже работает эта система, которая... Идемте, покажу Вот эта штука с кнопки Можно настроить боковые зеркала Можно с кнопки, ребят Электрически Они работают, ребят Спустя, я не знаю, сколько 30 плюс лет Посчитайте за меня Вы видите? Они работают до сих пор Это вообще что? BMW делают вещи И то тоже можно регулировать С этой кнопки Состояние кузова Оно реально в порядке Там есть немножко на капоте покрашено Дверь вроде бы тоже чуть-чуть покрашена Но, ребят Я не знаю, сколько на ней было владельцев Мне кажется, минимум штук 20 И на ней, ребят 118 тысяч миль Это где-то примерно 130-140 тысяч километров То есть машина Она еще живчик Она еще свежа В салон тоже вообще в порядке Мне нравится кожа Мне нравится приборка Оно реально все в очень хорошем состоянии Подвеска, правда, не совсем в порядке Потому что, скорее всего, прошлые владельцы Обрезали нахрен пружины И... А, еще там есть люк Железный люк Я искала E30 кузов Обязательно с люком Мне нравится, когда у машины есть Что-то, что открывается сверху Стопы немножко здесь разбиты Маленький осколок Вот тут вот есть А так, в принципе Зад машины выглядит реально очень хорошо Ребят, я в общем шок Я не думала, что машины 84-го года Могут сохраниться в таком состоянии И это она не перекрашена Это оригинальная краска Красавцы! ВМВ Правда, здесь немножко идет царапина Немножко слезла краска Но, ничего, это... Как наш Саня, механик, говорил Что если кто-то сзади ударит Какая-то машина ударит Ударится сюда, врежется То ничего с этой херней С этим бампером не случится Он там на каких-то ароматизаторах Или еще на чем-то То есть он может назад выпрямиться Если это не правда То все вопросы к нашему механике Александру Еще мы поставили вот такие номера Это уже наши номера для этой машины Написано здесь Antiquar Так как эта машина 30 плюс лет И, блин, мне очень нравятся эти номера У меня был выбор Или выбрать кастомный И написать там все, что угодно Например, E30 BMW Или выбрать синего цвета Antiquar Но я не могу их кастомизировать То есть мне даст рандомный номер Я выбрала синий Потому что выглядело не очень круто И эта машина действительно Antiquar Ребят, я хочу отдельный респект Выделить багажник в E30 Потому что здесь он действительно большой И, ребят, прошу заметить Он больше, чем в гелике И это не из-за того, что в моем гелике Стоится буфер А из-за того, что он действительно больше Даже если бы не было той системы в гелике Он все равно был бы меньше Этот багажник, чем здесь Я в шоке Спереди у нас тоже все в порядке Если не обращать внимание на вот этот вот кусок Вот эта покраска Это тоже ничего страшного Это все шпаклюется, затирается Все будет хорошо Еще немножко фары подразбиты Но, ребят, это все мелочи Это все можно поменять спокойно И то, ребят, они не разбиты Это просто трещина Машина уже от старости не выдержит Она начинает трескаться Но все равно держится Я в шоке Так, что у нас по колесам? Колеса все стоят родные С завода, как поставили в 1984 году Так они и стоят Смотрите, не покоцаны Ну, плюс-минус И вообще, как бы, выглядит очень солидно Хочу сказать Я думаю, что мы нашли правильную E30 Самое главное, что в порядке кузов А все остальное мы поменяем, ребят Очень много планов есть на нее Но делать мы, наверное, ее будем чуть-чуть попозже Потому что вы знаете, какие у меня сейчас планы С моим новым бизнесом Вот, мы там расширяемся тоже Но это уже другая история Вот мы находимся внутри этого замечательного автомобиля И от чего я тут больше всего кайфую, ребят? Это от стеклоподъемников Механических Как в детстве На Жигулях Ребят, я реально кайфую от этой тачки Она настолько эстетична Кондиционер, кстати, тут тоже работает Даже радио кто-то поставил Поворотники, правда, не работают Но Это уже слишком много нужно было ожидать От этой машины Если бы тут еще поворотники работали Сигналка работает, когда машина заведена Руль тут поставили Прям гоночный Или для дрифта, не знаю Сидения, ребят Сидения тоже все стоково И все для такого года в отличном состоянии Потолок Люк вот тут вот так вот открываешь Полностью Тоже его можно вот так вот поднять Я люблю крутить тут все Подожди, как закрыть? Тут еще перешили Вот эту вот панель Впереди такой, типа, как Алькантара Замши Ну и, в принципе, все А и самое главное Механическая коробка передач Давайте прокатимся вообще на ней. Ещё один плюс этого кузова, ребят. Это то, что я обожаю, что здесь в эту сторону капот. Это выглядит очень круто, особенно оттуда. А что у нас тут по двигателям? Я вообще не в курсах. Я знаю, что тут от силы максимум. Я не знаю, тут вообще есть 100 лошадиных сил? Мне кажется, нет. Выглядит всё очень интересно. По-моему, 1,8 здесь литра, но я не уверена. Рядная четвёрка, и всё впринь. Тут ничего нет интересного. Всё, заведём. Заводится с полуоборота. Дворники, правда, так себе не совсем идеально работают. Но всё же работают. Ещё тут сигнал работает. Ребята, она реально едет очень хорошо, серьёзно, я в шоке. Вот из всех машин, на которых я ездила, вот эта тачка, она доставляет реально больше всего удовольствия. Я реально от этого... Она стоит дешевле всех, но счастья от неё намного больше, чем от дорогих автомобилей. Серьёзно. Когда ещё её сделаешь, она, наверное, будет просто такая... Такая хорошая будет. Я не понимаю, как она до сих пор живёт. Там всё стоковое. Тормоза тут, правда, не совсем, не всегда нормально работают. Прям надо жать его в тап и в пол, чтобы затормозить. Нормально малыха едет, нормально себя показывает. Никаких претензий к ней вообще нет. Из горки на нейтралке покатимся дальше. Господи. Ничего не видим. Кстати, ребят, нам уже написали мои знакомые, которые мне отправляли диффузера на хелкет, и они мне уже написали... И они спросили меня, не нужен ли мне новый руль для моей новой Е3. Я говорю, конечно, нужно, почему нет? И они мне уже отправили. На днях должен прийти полностью карбоновый руль от Street Aero. Расскажите мне в комментариях, как вы относитесь к этой машине. Нравится ли вам этот кузов и что бы вы с ней сделали? Вы уже знаете, что бы я с ней сделала. Это какой-то корч красивый. Так и будет. Надеюсь. Если вы будете, кстати, меня поддерживать в этом, потому что это тоже в каком-то роде для вас, чтобы вам было интересно смотреть мой канал. Мой инстаграм, ссылка внизу. Как всё по традиции. Подписываемся. Я вас там жду. Там тоже много чего интересного. И напоследок, что я могу сказать. Маслкар у меня уже есть. Это мой Hellcat. Внедорожник у меня уже есть. Это гелик. Дрифт Корч у меня уже тоже есть. Проджект Кар. Это Е30. И, ребят, хочу сказать вам, что спорткар у меня уже тоже есть, но вы о нём ещё не знаете, а узнаете в скором времени на моём канале. Поэтому подписываемся, ставим колокольчики. И скоро я вам всё покажу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok